Приветствую всех, мои дорогущие друзья-сталкеры. Мы с вами продолжаем наконец-таки играть снова в эту легендарную игру. Ну вот, собственно, сейчас будем отбиваться от наемников, которые какого-то хрена поперлись на кордон и хотят тут обосновать свою базу на базе новичков. И фанат, который тут вместо волка просит нас защитить новичков. Конечно, ждем красавцу, чувство скоро пожалует. Ну ладно, давай, мы занимаем хорошие позиции. В смысле, дружище, какого хрена оружие убрал? Я сейчас тебя защищать буду. Твою жопу. Вряд ли бы твоя крутость позволит тебе справиться с ними. Так, у меня комизон монолита. Тут, наверное, оставлять еще немного. Ну-ка. Водички. Водички. Пришибет. Раз мужик один решил пошутить. Вылез тихо из палатки, надел кожаную перчатку и полез к соседям в палатку. Полез, значит, и попрошайничает жалостно. Водички, водички попить. А тут из палатки навстречу ему высовывается рука и за горло его цап. И такой сиплый голосок отзывается тихонько. А тебе моя водичка зачем нужна? Ну что вы, да? Я вообще боржатся. Оружие убрал, дебил. Сейчас я защищать тебя буду. Как я буду делать это без оружия? Вот это высказано. Много таких непродумных моментов. Когда мы сейчас реально будем отбиваться от наемников. Мы с ним, как бы, корифаны. И вот оружие убрал. Оружие убрал. Так, вот, они уже идут. Такой-то себе крутой позиции занимать тут вообще не надо. Они тупо просто прут вперед. Никакой тактики у них нет. Просто давят число. Победа. Все, кто жив, подойди ко мне. Как бы все живы. Говорить будем. Говорить будем. Ну, надеюсь, что будем говорить. Я надеюсь, что не будешь мне больше указывать. Убирать мне оружие или не убирать. Автотайник. Так, странно. Наемники, которые с калашами. Это очень странно, потому что наемники обычно ходят с надовскими стволами. Так. Оружие я все, конечно же, возьму. Ну, или не совсем все. Эх. Эх. Так, ладно. По крайней мере, разрядим. Вот. Вот так вот уже можно. Так. Сейчас. Ладно. Не буду я жадничать. В принципе, так. Опа. Акису можно взять. Не буду я жадничать. Да. Я все-таки взял маленький автомат. Так, ладно, давай, вот, покажи, насколько ты меня благодарен. Ну, прежде я сейчас схожу к Сидоровичу, распродам все это вооружение. Советское вооружение, которое оказалось в лапах наемников. Очень странно. Это первый единственный случай, когда наемники вооружены советскими стволами. Во всех следующих случаях у них будут натовские стволы. Ну, что, братцы, распродал я три ствола, получил за это меньше тысячи рублей и понял, что лучше ты галиматьей не заниматься. Все-таки деньги девают тут, по большому счету, ну, не так много есть куда. Мы в любом случае можем купить бронежилет монолитовский. Как бы супер-пупер-экзоскелет. Но чуть попозже. Так, ну что? Да ты страшный человек мечный. Лучше я на дорогу не попадаться. Есть немного. Да вот, держи от нас на память. Еще спасибо тебе громадное за помощь. Спасли, молодняк меченый. Да, это так. Так, что бы тебе дать-то? Денег тебе немного. Даже ломать мясо тебе не даруешь. Ладно, ладно. Так, аптечка. Не, аптечка мясом вам будет пригодиться. Так что давай, бывай. Так, ну что, друзья, больше нам тут делать нечего. Поэтому я сейчас отправлюсь непосредственно на базу Долга. И мы с вами включимся. И там уже пойдем на декую территорию. Вот это, конечно, неприятный момент. Военные снова зашли на этот кордон. И тут еще бандиты активизировались. Но бывают такие случаи, когда бандиты перестреливаются с военными. Но сейчас мне не повезло. И они согрались на меня. Но с прицелом это все сделать довольно просто. Не так просто, как было с наемниками. Но с тем учетом, что тупят все сталкеры одинаковые. Просто интеллект тут не такой крутой, как нам говорили изначально. В билде за Обливиан Лост. То просто из-под кустов. Как-то не понятно. И потом уже спокойно пробежим. Потому что больше нигде засад не предвидится. Пушку больше починить потом. Потому что до определенного момента вот с этой пушкой мы будем бегать вообще на ура. За счет своей скорострельности. Так, ну где-то есть. А, он уже клинит. Клинить довольно часто. Вот так. А ты думал? Я тебя щадить тут буду? Так, разумеется, все эти стволы Сидорычу относить затратно по времени. Да и не жадные. Поэтому сейчас соберу патрончики. И, собственно, на базу долго. Вот, меж тем уже тут сталкеры наши основались. У них тут не был шелаги. Так, а тут, по-моему, на этой стражевой вышке находится артефакт. Да, кровь в камне. Замечательный артефакт. Вот, набеги тут будут совершать лишь собаки. Бандитов тут не будет. Так что, можно быть за братьев-сталкеров спокойными. Вот еще один пришел. А, не понял. Военные откуда тут взялись вообще? Первый раз вижу. Здесь военные? Какого хрена они тут забыли? Потому что одни бандиты-одиночки. Ну что, ребята, почему тут попутят? А-а-а. То есть я подкрикал самогнем сразу одних и других. Весело. Ну, суть по всему, если у них тут война у военных бандитов, то одиночка они, видимо, сбрели. Это очень плохая новость. Я переживаю за бесы искренне. Очень надеюсь на то, что он живой. Ух. Да, все... Странно, ребята, почему на вас не нападают? Ну, как бы военные бандиты, либо они просто сныкались. Чтобы ненароком не угодить. Так, запор. О. Ну, возьмем. Почему бы нет? Так, и там еще один треничек. Вбиваю я очень многих. Тренички надо обследовать. Так, пистолет такой средненький. В принципе, с тем учетом, что у нас есть автоматическое оружие тяжелое, то пистолеты нам уже не пригодятся. Поэтому, скорее всего, я сюда его снык... Красота какая. Так, парабеллам, конечно, здорово. Так, но по этому всему, что я могу сказать, пускай останется здесь. Пойдем. Ох, попутали вы, псы. И че у вас, и че? И как вообще там оказался, а? Мужик, писька отвалится. Там же радиоактивно. Какого хрена там вообще в один и забыли? Что они тут забыли? И почему так пускай не стреляет? Обалдеть, они еще там. Так, ладно, это уже интересно. Вот и все. Там бандиты еще, там лагерь бандитов. Но они, видимо, не особо не спешили вмешиваться в этот неприятный инцидент. Так, выверт. И еще один выверт уже не в тайнике. Такое себе, конечно. Так, ну ладно, антирада у меня и так много. Так, тут уже пост тупо пробегаем, потому что я не хочу потрудно тратить 5,45 на бандитов, у которых 9-миллиметрового подвона. По большей части. А, там типа на них псы напали. Так что все, бандитов уже там нет. А вот и наши друзья отреспились. Огромное количество всех собак. Просто тьму отьмущая. Откуда-куда? Ну ладно, что-то не хочется меня всех убивать. Хотя, очень ценные хвосты. Так что, может быть, стоит защитить? Лови. Ох! Хе-хе-хе. Разлетелись. Скорее, у нас забились. Ой, бежишь, бежишь, бежишь. Зачем это сделал? Ой, ху-ху-ху-ху-ху. Такого не трогали, бегали, так бессилились. Не надо было мне их потревожить, как же вовню заклинил то так и потом все меньше меньше пушка классно скорострельная наученную патрону выстреливать порой впустую от этого просто не замечаешь почему такие бессмертные и ни одну шовки нет по 100 альтернативного оружия нет так понятно и ни одного хвоста феноменально потом на хуже нема классная прибежал бар ребята дойдите меньше награда под китер и патрончиков но не жмойтесь они готов случилось это работа надо мы еще нет ну ладно может бармен расщедрится на хоть что-нибудь так вообще тут можно вступить в долг мы наступите свободу разумеется если мы вступим свободу в бар мужу просто не пройдем поэтому это только для самых отбитых ответы чаще всего либо никуда не вступают что проблем не было потом дальнейшем этапе игры ли вступает именно в долг они не задерживать свободу такие больше по приколу ну что замечено принес документы из x18 да вот ситуация проясняется как я предполагал выжигатель мозгов это экспериментальный излучатель кальманова его части как раз изготавливались в лаборатории x18 в этих документах есть ссылка на лабораторию x16 куда отправлялись готовые блоки она расположена на территории производственного комплекса возле озера янтарь там неподалеку лагерь ученых они наверняка подскажут точнее продолжая ситуация непростая тебе надо пробраться к ученым и узнать где находится лаборатория x16 чтобы добыть недостающую часть документов ну что готов менты можно подкинуть конечно какой-нибудь комбинезон хороший я буду готов на все я буду ждать очевидно все 10 ну а 10 тысяч рублей в принципе тоже хорошо очень хорошо так если не ошибаюсь у него экзоскелет появится тогда когда мы пойдем на армейские склады его можно будет купить за 120 вроде тысяч могу ошибаться друзья в комментариях напишите пожалуйста эксперты то что я проходил игру давно и уже всех цен не помню так ну вот у этого мужика я могу взять задание на обрез фамильный для фамильное оружие на территории думал правосос пострелять ага продолжаем хорошо попробую достать его оружие день за днем одно и тоже ничего нового может тебе что-то подкинуть так нет ладно у ученых я все равно в любом случае нет заходи stalker для таких как ты у меня всегда есть кое-что интересное пить как охота вот попей энергетика с холодного у вас холодным не приносил зале дура у вас холодный захотел я не торможу и убегаем так стоите по заданию что есть так что не примете убить и нас ручивая на теле арт-факт вспышка вспышка у меня есть такая вообще не он даст что не есть блин ну извини мужик если найду на дикой территории то его тебе его принесу как достать глаз плоти я берусь радость туриста офигенно так копыт кабана были на мне не только по банане даже страшно страшно так ну ладно так слишком много антирадов не будет достаточно и 18 даже более чем тебе сюда нельзя так что сейчас значит потихоньку будем пробираться на дикую территорию и там большее количество наемников а патрон у меня осталось совсем мало поэтому нужно будет проявить все свои навыки коммуникабельности дипломатии хотя это наемники черт возьми какая дипломатия против них попривет конечно ладно будем импровизировать ну что будем готовиться но 70 патрон то есть свидетелями чего явление дипломатии по территорию это ничего нет так стреляет вообще кто-то у нас очень хорошо расстреляет жгла и игра и игра вижу получше две с вами тысячи сетки не дебил блин чё тут сидеть то вообще это конечно не по нужде поспит так он сверху стеляет мне интересно как он там выжил как вы тут выжили идиоты так вот опять наемники из да я сказал что единственный случай когда наемники попадаются с советскими стволами это на кордоне но нет вот тут самом начале тоже у них есть 545 у одного даже оптика есть отсоединить разрядить выбросить и у этого и оптика есть отсоединить разряжать уже и нечего так опаньки у нас показывает еще там вес есть состояние прям ужасное ну значит выбрасываем так что нас тут а тут ничего не по штаника я не находил и он не отрез после соответственно сортирные запасы а где тут у нас толчок так еще можно прицел снять хотя зачем за дорого я все равно не продам ну пускай будут лучше будут чем не будут правильно кому-нибудь может подарю к вам лезет куда сталкер он похоже перестрелял наших снайперов будьте внимательны волкодав я не понял он что один перестрелял на наших снайперов да отправь пару ребят прикрыть ваши задницы как много артефактов огненный шар и одни кругом это вообще феноменально так и тут огненный шар а тут у нас слюда редкий артефакт так что он дает г кровотечения так нас кровотечение как у нас все в порядке вроде так а там что у нас еще такое было кристальная колючка кристальная колючка такое видела обидно чем там палить то ученых надо выручать у дневные шары кругом все их можно уже не собирать это все равно что сароежки которые уже никто не собирает в лесу это других грибов полно на сароежки никто не обращать никакого внимания грибов а где а где вы остаетесь в свободе через засаду возле завода я тебе скинул координаты будь осторожней волковам с головорезами возле вертолета опа а уже нет а вы что хотели поговорить ну я не в настроении разговаривать извините ребята давайте поговорим с вами на другом языке на тот который вы уважаете на колючку вижу врага где я нихренность это как он сюда запиндосил это так странно напал так как будто убил его ученые это не я видимо так оно есть а видно ладно так все тут у них уже пять пятьдесят шесть стабильненькая так что калаш можно уже оставлять позади возможно я найду грозу 505 тогда мне совершенно не будет грустно ну как тебя сюда занесло то такой ученых тоже натовские стволы не патриоты они сталкер помоги мы возвращались кентаря когда нас сбили наемники говорят что им информация нужна но я то знаю перестреляют они нас так сейчас курголов посиди подожди тут немножко так ящик мне тут нужно ружгишка одну блин слишком большой перегруз так тихо 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 я конечно жадность но я автомат оставлю там так так видимо не совсем туда я отправился тут прям такая аховая отсылка на халк лайф на самом деле антураж прям очень напоминает вот он фриман горден доктор фриман чёрный ястреб да пушка конечно классная но патрон хрен найдешь так получается все я выполнил задание эти фамильные оружия так а фамильного оружия это и нету это то есть получается дезерт игл я нашел который стреляет патронами 3 на 9 на 39 сильное заявление почему у тебя так все плохо так ладно горди ближе тут маленько так ну что надо пробираться я не хочу избавляться от всего этого добра а а а больно то как а это боль от жадности она именно такая ни хрена не понял а вот ну блин ну вот же она фамильное ружье то я сюда заходил даже так ладно вот теперь у меня действительно проблемка потому что я даже передвигаться не могу выкидывать патроны 9 на 39 которые мне пригодятся в самом финале игры это максимально глупо так ну прицелы прицелы которые мне не пригодятся на которые могу так ну ладно друзья давайте на этом заканчивать я попробую освободиться от всего этого балласта и мы с Кругловым пойдем бороздить просторы дикой территории и янтаря уже в следующей серии отправимся в сторону x16 всем пока